DeadKey.com. Топ игры по ценам разработчиков. Такого ты еще не видел. Выбери свой кейс с играми и забирай их прямо сейчас. Тебе мало? Тогда забирай игры для своего ПК. Выбери по характеристикам, а выбор игры мы возьмем на себя. DeadKey.com. Тотальная окупаемость. 7 апрель, народ. Думаю, не секрет, что когда у меня был слабый комп, а когда-то даже с 32-битной системой, но позже оказалось, что ПК хоть и слабый, но это не помешало установить на него 64-битную винду. И наконец-то поиграть игры, которые мой комп в принципе тянул, но тупо не мог запустить из-за разрядности. Так что если у тебя 32-бит, то советую все же переходить на светлую сторону и установить 64-битную винду. А если тебе впадло или комп реально слабый, то по вашим просьбам в комментах, пожалуйста, 10 прикольных игрух на 32-битную систему. Топовые комменты в конце видео и без лишних слов, ибо я их все уже сказал. Погнали! Lifeless Planet. Это приключенческая игрушка с потрясающей атмосферой одиночества. Летишь ты такой со своей тимой ученых, но при приземлении на какую-то планету происходит анти-кайф. И приходишь в себя, ты уже недалеко от места крушения. Команды нет, кислорода почти нет, короче... Нет ни хрена! И ваша цель найти команду на этой, казалось бы, пустой безжизненной планете, населенной лишь камнями. Ну камень я и чё. С помощью них, кстати, вы сможете забираться на всякие возвышенности. Ну планета лишь кажется такой пустынной, ибо уже в главном меню нам показывают какие-то столбы. Ну я столб и чё теперь? И книжку Толстого, да. А чё за толстый-то? Ну я толстый и чё? Короче, по мере прохождения возникает всё больше вопросов, на которые вам придётся находить всё больше ответов. А также узнать, что за деревня Каноха скрывается среди безжизненной пустоши этой дикой неисследованной планеты. Star Wars Battlefront 2, ну которая 2005 года, ибо 2017 года игрушка совсем не для 32 бит. 32 бит просто нервно курит в сторонке при упоминании ремейка. Ну а оригинальная игрушка в плане графона, конечно же, ясен хер по херовее. Но это не мешает вам стать Звёздным Войном и воевать за какие-то звёзды, участвуя в Звёздных Войнах. В одиночном режиме вы сможете присоединиться к элитному 501-му легиону штурмовиков Дарт Вейдера и принять участие в многочисленных боях этой саги, в которой каждое действие влияет как на исход одного сражения, так и на судьбу галактики Звёздных Войн в целом. Так что выбирайте с умом. Четвёртая часть серии игр The Sims. Говорить тут нечего, симулятор насильника, маньяка и убийцы. Я не понимаю, почему в моём детстве эту игру считали девчачьей. Ах, да, тут же помимо запирания людишек в четырёх стенах без единого выхода, можно ещё и семью создавать, и на работу ходить, и дома строить. Ну да, дома одни женщины строят. Ну, сука. Короче, чё тут только нельзя делать и всё мне нравится. А любителям кастомизации, так как эта игра должна зайти, персонажа уже тут буквально можно слепить самому. Слепил и погнал. Спишь, ешь, гоняешь папку под одеялом. Э-э-э. А, при чём тут сердечки? Уберите сердечки. Во. Ходишь на работу, тусишь. Ну, конечно же, цепляешь самочку или самца, дабы создать семью и расплодиться на рожав человечонков. Короче, игрушка размеренная для любителей покреативить. Классика. А если ты давно в неё играл и типа всё изведал, ну как я, то там недавно дополнение вышло, с которым можно строить такие вот мини-домики с удвижной кроватью и всё такое. В общем, наводить уют на нескольких квадратных метрах. Круто. Fable Anniversary. Переиздание игры 2004 года с HD графикой. Так что всё чётко. Чётко. Получается у вас действительно... Игрушка с открытым миром в жанре RPG третьего лица. По сюжету мы начнём игру за маленького мальчика, чистого, как белый лист. И мы сами своим почерком, в моём случае как курица лапой, напишем на нём историю. Все решения в игре мы принимаем самостоятельно, в зависимости от чего мы можем вырастить как воина, так и великого мага. Ну и разумеется, пойти по тропе добра, либо стать злодеем. Ну чё, куда сам сядешь, куда друга посадишь? А я бы за злого покатал, всё-таки в большинстве игр мы и так за героя играем. А вот за злодея должно быть весьма интересно. Сидмейерс Цивилизейшн 5, или же Цива. Куда же без стратегии крутых глобальных пошаговых стратегий. В Цивке, Циве, ХЗ как зовут её профессионалы, вы сможете возглавить развивающуюся империю. На земле вы не одни, параллельно с вами будут развиваться и другие государства. Но лишь одно достойно стать прямо-таки империей. Сделать это можно совершенно по-разному, через дипломатию, путём торговли или войны. Да, если у вас достаточно исследований и ресурсов, то вы сможете создать действительно передовую армию. Не обычных каких-то там копейщиков или рыцарей, как в начале игры, а целые танки и артиллерию. Игра реально годный представитель глобальных стратегий, так что ссылочка на неё в описании. Battlefield Bad Company 2. Это шутер от первого лица до 2010 года выхода. Первая игра из серии, к слову, в которой есть одиночная компания. Поэтому, собственно, эта игрушка и в топе. Играть мы будем за Престона Мерлоу. Хз, может быть, это батя Славы Мерлоу. Битмаря Моргенштерна. Ну, пофиг, ладно. Помимо нас, конечно же, будут другие персонажи. В количестве одного сержанта, одного отморозка и одного радиста. Это и будет наша компания. Bad Company. И вместе с ними мы будем спасать мир. Основная задача выкрасть учёного. Кстати, нашими противниками по ходу игры будем... Мы. Ну или не мы. Ну, короче, там враги. Это злые русские. С шапкой, ушанкой на голове. И ругающиеся матом при любом удобном случае. Ну, правда же? Да? Да, блять? Местами это выглядит забавно и ни капельки не обидно. Честно говоря, вообще пофиг. Главная игрушка чёткая и идёт на 32-битные системы. Killzone 3. Ещё один крутой шутер от первого лица. Здесь противники не такие ужасные, как в Battlefield. То есть, далеко не злые русские. А всего лишь пришельцы. Ха-ха-ха. Да... Ну как пришельцы, ещё в первой части люди решили колонизировать планету, но попали под воздействие излучения, из-за чего часть погибла, а кто не сдох, мутировали и такие, типа, те, кто нас отправил, вы охерели. И началась война между людьми и теперь уже пришельцами-мутантами, ну, которые когда-то были людьми. Третья часть очень кинематографичная, да и геймплей капец разнообразный. Тут тебе и реактивный ранец, и погонялки на снегоходах, и экзоскелет. Короче, развлекут вас тут по полной ссылке в описании. А ну разве можно сделать видос без гонок? Ха-ха, естественно. Но не в этот раз. Грид Автоспорт это потрясающий гоночный автосимулятор. Тут есть всё, что нужно для кайфовых заездов и балдёжного продвижения по карьере гонщика. Море крутых тачек, возможность их затюнить за бабки от спонсоров, а главное, крутая физика машин. Короче, любителям гонок ссылка в описании. Макс Боль 3. Это круто динамичный экшен от третьего лица, от Rockstar, разрабов GTA. Короче, это уже третья часть, пофиг, что было в предыдущих, но тут наш Макс уже потрёпан жизнью. Он бухает, короче, негодяйничает. В итоге решает перебраться в Бразилию и побыть телохранителем. А если вы не знали, Бразилия это страна, где постоянно воюют всякие наркокартели. Так вот, в какой-то момент мы остаёмся без работы на улицах неизвестного и очень опасного города. И как бы надо выживать. Ну, не в плане искать всякую хавку по урнам, а в плане убивать бандитов, ибо всем им вы очень сильно не нравитесь. Убивать их можно в слоумо с огнестрелом, с огнестрелом в прыжке, тоже в слоумо. Ну, или в рукопашку крошить череп пушки противников, тоже в слоумо. Игра годная, советую скачать и поиграть. Ссылочка в описании. Биошок инфини... Я на конце. Видите вон, инфините. Экшн от первого лица, в котором мы будем детективом. Короче, был великий летающий город, который в какой-то момент пропадает, и ты должен найти этот остров, парящий в небе, раскрыть его тайны, и главная задача вернуть девушку, которая всю жизнь была здесь заточении. Игра хороша своей атмосферой, весьма стильной и красивой графикой, ну и всякими плюшками прикольными в виде сверхспособностей, которые вы получаете по ходу игры. Например, сможете брать контроль над турелями, подбрасывать группы противников в воздух, насылать на них воронов, прям как Итачи. Ну и кучу других заклинаний еще сможете делать. Ссылка в описании. А, игры закончились. Надеюсь, видос тебе понравился. Если это так, то тыкай лайк и подписывайся на канал. Можешь и друзьям рассказать, мне будет очень приятно. Давайте уже 65к реально добьем. Ну и конечно же, конечно же, сразу после фразы. На этом все. Ты увидишь топовые комменты. Поэтому, поэтому что? Правильно. На этом все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...